И еще один материал о помощи из Балашихи. Шифер, тротуарная плитка, полиэтиленовая пленка, деревянный брус. Все эти строительные материалы сегодня были доставлены из Подмосковья в Харциск. Аккуратно доставить и также аккуратно все выгрузить. С утра в качестве площадки для временного хранения гуманитарного груза была выбрана территория службы единого заказчика. Здесь и проходила разгрузка двух длинномеров, которые доставили в наш город внушительное количество строительных материалов. Сегодня мы встретили нашего уже постоянного друга из Москвы, Виталия Иванова. Он от Союза Боевое Братство передал помощь Донбассу, жителям Донбасса. В частности, это шифер для людей, у которых дома пострадали в результате обстрелов. Сегодня мы передадим городу Иловайску жителям шифер. Там глава города заказывал полностью весь объем. По сути, тут как бы покрывает этот объем, то, что привез Виталий. Также привезли брус. Это мы передадим на Павлова для ремонта кровель. Пленку передали. Она будет передана на баланс СЭС, потому что у нас впереди осенне-зимний период. Если мы не успеем вставить окна, то мы дополнительно будем выдавать людям пленку. А также на всякий случай должен быть резерв, потому что военные действия еще продолжаются. Собрали этот груз и доставили его в наш город представители Балашихинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Зная, что брус, шифер и пленка будут совсем не лишними для восстановления поврежденных в результате обстрелов домов, особенно в преддверии осенне-зимнего периода. Приехали мы из Подмосковья, из города Балашихи. Приезжаем всегда с гуманитарной помощью. В данном случае сейчас приехали с строительным материалом. Привезли 30 рулонов пленки, 3 кубометра доски и 500 листов шифера. Безусловно, хотели даже все довезти, ничего не разбилось, чтобы все доехало прекрасно и стройматериал был в пользу. Помимо всего прочего, в Харцизг доставили несколько десятков квадратных метров тротуарной плитки. Боевое Братство из Балашихи целенаправленно привезли ее для благоустройства аллеи памяти на центральном городском кладбище. Вскоре там начнутся работы по приведению мемориала в надлежащий вид. Также будет передана плитка, ГП-ритуал, для того, чтобы много обращений жителей было. У нас на центральном кладбище есть стена памяти, и возле нее нужно провести благоустройство, чтобы привести в порядок. И ГП-ритуалу тоже будет передана плитка для этого благоустройства. Благодарим всех, кто помогает жителям Донбасса. Это на самом деле очень сейчас нужно. Не откладывая дела в долгий ящик, стройматериал, полученный в качестве гуманитарного груза, начали доставлять сразу к месту назначения. Аккуратно перегрузив шифер из длинномеров МАЗ, без промедления отправили его в Иловайск, на улицу Артема. Сюда 27 марта прилетела украинская точка У. От удара в той или иной степени пострадали 37 частных домов. Заявки людей по шиферу благодаря прибывшей сегодня помощи из Подмосковья будут удовлетворены в полной мере. Мы как только получили, сразу же привезли его раздавать людям. Люди были сориентированы сегодня же, и, пожалуй, видно, что все пришли, все явились. Мы сегодня выдадим весь шифер по потребностям. Деревянный брус из гуманитарного груза сегодня же будет передан жителям улицы Павлова, куда 18 апреля также угодила украинская ракета. Доставленного на этот раз строительного материала, конечно, не хватит, чтобы полностью закрыть все потребности пострадавших от обстрела. Но в администрации держат этот вопрос на контроле. И как только будет получен нужный материал, сразу же направят его людям для восстановления поврежденных домов. 177 единиц бруса нам нужно, 4-метрового. Его не хватит, но мы продолжаем дальше работу в этом отношении. Есть заявки в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому обеспечим всех. Мы заниматься выдачей будем сегодня. Там еще будет выдача 20 листов шифера. Так как было привезено 452 листа от Министерства строительства, еще 20, потребность мы ее закрываем сегодня. Спасибо.